Вот Ефросинина у нас тут порядок наводит. По указу начальство. Сама не догадалась, да? Тут грязь была на тряпке. Начинаешь замечание. Спасибо. Здравствуйте! Господи, слава Тебе! Господи, помилуй, Господи, благослови. Аминь. Аминь. Сейчас садимся за стол. Вот только сейчас Володя пришел и говорит или просят Евангелие, Новый Завет, Псалтирию. Живем мы здесь одинаково все. Я-то только лет 4 месяца. И никому не пойдет и идет ко мне. Почему? Я сегодня только это говорил о зажитых талантах-то. Вот сколько талантов есть, ни у кого нет. Он никому не пойдет, почему они тут. Ко мне пришел. Я ему сейчас сразу дал сколько в общей сложности, но не меньше полста Нового Завета. Отдельное Евангелие по благословению Патриарха. А Ася с Евангелие почитать, так это больше даже. Тут никакого таланта нету. Просто надо маленько понимать, что благоприятный момент. Он ездит, молоко покупает, сепарирует, потом везет, продает. И там у него клиент подошел. И он никому не идет, идет ко мне. А я такой же, я не священник никто. Вот о чем митрополит Сергий Спрагородский говорит. Эти люди сами выдвигаются своей инициативой и предприимчивостью. Я чувствую, это надо. А он сейчас пришел бы и сказал, что за Игорем еще бы три Игоря. И для всех будет. Приехали с горного Алтая, вы их снабдили. Снабдим так, что, говорится, колеса прогибаются. Ну почему так вы не делаете-то? Подражайте мне, как я Христу, Павел говорит. Вы не можете этого сказать. Сейчас я захожу в семьях. Ну, веранда называется. Под ногами лежит три писа. Толстым слоем покрыта пылью, грязь все. И выходят и три женщины, и два мужчины. Как это понимать? И там уже ноги никто не оттирает. Так вот, кто идет с улицы с чистыми ногами, он залазит в грязь и грязь к вам тащит сюда. И вы никому дела нету. И ты видел же, что там есть-то? Ты до этого не видела? Не видела. Это ты уже не увидишь. Это надо было видеть раньше, лет на 13. Ну, это не просто грязь, а куча. Пришел кто-то из ведра, насыпанул с земли, как ты носила. Как этого не видеть-то? Я никак не могу это понять. Вот в комнате у меня, я там один нахожусь. Я в день подметаю 3-4 раза. В день. Разные койки заправлять, это никакой роли не играет. Это пыль. А пыль, она не полезна. Понимаете, я как-то должен вас побудить. А как побудить, когда даже тут и так все понятно? Эту должность, вот хлопать половички, я никому не отдавал. Мы ложились поздно в 12.00 всегда. А вставать в 4.40. В 12.00 открываем дверь, я выхожу на улицу, все, хлопаем, потому что народ приходит и уходит. И тогда такая, мы молимся, ложимся спать. И это годами. 26 лет только на одном месте. Это навык. У меня был тут один квартирант. Я не мог его никак приучить. А вот с Украины. Каждый день подметай. Каждый день хлопай. Там же пыль собирается, нет? У меня под ногами заходишь, это один половичок, а дальше там ковры настелены. Я ковры эти подметаю раза 3-4 в день. Мало еще, сареньки подбираю, прохожу. А которые под ногами, это я утром обычно, что там остается, сам зайду. После носки такие ноги и сам хлоп. И там никого нет, даже сравнивать не приходится. Не потому, что я счастюля, да нет, конечно. Просто я не могу по-другому. Нас научили так. Ее не учили нисколько. Дикарский образ жизни. Твоя-то дочь тоже одна, она тоже бегала. Ты пришла из церкви, пришла с занятий. Ты же в грязь вот уступала, но она пыль засохшая. И не одини. Сама, да как же так-то? Ходит в дом и просто навалено слоем. Не просто видно, а ты видела? Я тебе показал сейчас. И ты не могла сказать, что ты не видишь-то. Ты сразу подхватила, чтобы никто не видел. Вышла, выхлопала, подмела вокруг. Опять положила чистенько. Проходим часа три. Делать еще. Опять. На это требуется от силы две минуты. Я вчера подошел к Надежде Васильевне, говорю, вот там заходите, там пуск крапивы прям входишь и у входа стоит. И она сразу поднялась. У меня на это время нету, это, это. Спокойно, стой, смотри. Руки в карман. У меня всегда с собой арсенал. Вот я достаю рукавички, вот они. Я их сразу надел. Смотри, быстренько надеваю, сорвал и принес себе на стол положил. И на это потребовалось полторы минуты. А ты стонал, а времени нет. Полторы минуты. Подходим к церкви. Заходить справа, слева. Ты видишь, сколько раз я ползал. Все время вокруг крыса ползаю. Растет крапива. И пока до службы я вокруг прополол. Не то, что там хороший или какой, но это, но у меня руки есть, рукавички всегда в кармане. У тебя кармана нет даже для соплей. Куда-то годится-то. Ну что вы все поставили так-то? По образу Божьего сотворенного? По образу, перекати поле такое есть осенью, сухое. Весело срывает, ветром оно катится, как шарик. Перекати поле. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра там. Это наша земля, наша деревня, наш дом, наша постель. Чтоб все было чисто. Я вас дал блюдо. Скажут, а вот он, дед занудный, лезет на другое. Куда лезет? Я захожу сюда. Какое-то отношение я имею к тому, что я попадаю в грязь сразу. Здесь кухня, здесь готовят. Вы меня поняли? Да. В следующий раз, если я замечу, все остаетесь без еды. Полностью. Поэтому смотрите. У мужчины говорят, к сердцу путь женщины через желудок. Я вам найду дорогу. Все. Во славу Божию. Хорошо запомни это. Не на то, не перекладывайте. Господи, 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 Сыне Божьей. Давай, садитесь. Дайте пустую кружку. А то еще налили уже. Подожди, это еще отсюда? Да. Да. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди.